Украина Уровню ВВП на душу населения, то есть я бы сказал так, по богатству среднего гражданина, переводится на человеческий язык. Потом во многих частях Советского Союза бывшего были воины, в Украине ничего этого не было, но она успешно в 1994 году сползла на седьмое место, а сегодня находится на девятом месте. Вот, собственно, как сегодня выглядит распределение. Балтийская страна Россия и так далее. И вот где-то тут, где-то влазило, и так видно, что Украина красная, где НАТО постепенно сползает вниз. Вот. Это как росли эти страны, эти 15 стран. Среди годового начисления, как их ВВП на душу населения росло, или как ВВП росло, например, на одно тоже. Значит, Украина на почетном последнем месте. Даже Молдова пережила войну, и даже Молдова росла лучше. Таджикистан пережил войну ужасную, один, там, все наркотрафия, даже Таджикистан росла лучше. И даже Россия, где чудовищная коррупция, ну, как я там, по многим других странам, даже она росла лучше. Вот Польша. Смотрите. Польша и Украина были одинаково богатыми и бедными странами. Еще всего лишь, там, 24 года назад. Вот где Польша, где вы. Не стыдно. Эта часть суши в 92-м году, или в 2002-м году. Справа фотография более новая, слева более старая. А сфотографированы одни и те же места. Яркая точка в правом верхнем углу, это город Киев. Вокруг становится менее освещенно, а другая, там, левая точка, это уже Польша. А Польша становится более освещенно. Польша жизни. Румыния, другой чемпион Европы по идиотскому, по идиотизму. Общепризменно. С коррупцией и так далее, страна чудовищная. С забастовками профсоюза Румынии несколько раз брали штурмом. Здание МВД, в Уховесте. Да, и били милиционеров. Вот, это вот просто показывает, что было бы, если Украина росла бы там, ну, как какая-то страна, да? В любом случае, то есть нижняя линия, это как она росла на самом деле. Если она росла бы, там написано, соответственно, Польша, Казахстан, Литва, ну, все лучше и лучше. А это как она росла бы, если не ошибаюсь, если бы со скоростью 8% роста. Если было бы 8% роста, сегодня Польша была бы как Словакия. Украина. То есть Украина была бы как Словакия, да? В общем, это тот заколдованный круг, на котором двигается Украина. То есть вы все время выбираете популистов, людей, которые будут вам обещать как можно больше. Эти популисты, естественно, то есть популизм означает, что выбираются не лучшие граждане, а худшие, скажем так. То есть то, что я называю извращенным политическим отбором. И это все принимает угрожающий размер, потому что в 40% там написано, значит, бюджетный дефицит. В 2013 году был посчитан 9%. У нас такого не было даже, когда на нас напала Россия, и мы проиграли войну. Значит, за 5 лет долг вырос с 12 до 45%. Госрасходы у вас 48%. 48% госрасходы, а там страны гораздо более богатые, с гораздо меньшими госрасходами. Понимаете, этого же не может, это не создает, как будто у вас есть врачи образования. Нет. Вот у нас есть такой термин, там, травма несовместимая с жизнью. Это значит помер человек. Ну, а не там, не знаю, помер, но это травма несовместимая с жизнью. Вот тут тоже, это вот экономика несовместимая с жизнью существования государства, потому что не может быть нищей страны с 48% госрасходов. Это Германия, она может так себе, почему? Потому что в богатых странах, ну, не во всех, но в большинстве богатых стран, европейского типа, там высокие госрасходы, но они все прозрачные, все понимают, на что деньги идут, ну, и они и не хотят, чтобы расти со скоростью 7% в год, такой даже голод. В финну скажи 7%, вы думаете, что ты просто ошибся, да, или в немцу. Ну, там 3%, хорошо, 2%, нормально, 1%, ну, что делать, ну, 0%, плохо, да. Ну, а у вас, если вы будете расти со скоростью 2% или 3% в год, вы просто гарантированно будете, у вас обгонит Молдова, украинские гастробейтеры будут ездить в Молдову работать. На что вы расходуете деньги? Вот пенсии, 17, даже, может быть, 19% ВВП, образование 6% ВВП, но при этом образование так устроено, что, ну, как бы сказать, ну, в соглашении ценно-качество неправильное. Здравоохранение. Это один из источников обмана, потому что вы тратите 3,7% ВВП на здравоохранение и считаете, что здравоохранение формально, как бы бесплатное, да. Ну, понятно, что оно в итоге не бесплатное, мы потом вернемся к замор здравоохранению, и, значит, и на самом деле это, ну, реально затраты на самом деле больше, потому что куда-то там не учтено, там, неявные формы субсидий, и вот энергетика, смотрите, 5% ВВП просто в деньгах тратится каждый год на энергосубсидий, то есть больше, чем на здравоохранение. А вообще, учитывая черную дыру в нафтогазе Украины и, там, налоговый год и так далее, вы тратите 11% ВВП. Можно много спорить, дешевый газ, здоровый, вот есть такой параметр. Можно посчитать всю энергию, которую вы потребляете, да, и посчитать ее не в деньгах, а просто в киловаттах, там, тоннах, да, в акцентах величинах. Перевести на, в самом случае переводится на мега-джоули, да, на миллион джоули, то есть на измерение энергии. И Болгария, там, Литва, Соединенные Штаты, Кыргызстан, Молдова, все более энергоэффективны. Почему? Да. Германия потребляет 79 миллиардов километров газа, Украина 53. В Германии сама производит немножко, Украина тоже производит, если вы не скажете, что даже больше 20 миллиардов производит. В ВВП Германии в 10 раз больше. Понимаете? В 10 раз больше ВВП Германии. Они в 10 раз больше производят благ материальных, используя на 60, там, процентов больше газа. И поэтому они же находятся не в какой-то другой части, на другой планете. Они, климат Германии примерно как климат. Чтобы произвести 1 доллар ВВП, Германии нужно 0,02 километра газа, а Украине 0,16, то есть 8 раз больше газа. На обогрев, там, на домашнее потребление уходит Германия 24 миллиарда, Украине 16 миллиардов километров газа. Это вычтен. Все остальное, германское народное хозяйство, говоря советскими словами, требует 1 сотую километра на ВВП, а украинское 1 десятую. 10 раз хуже. Еще хуже получается. И страна похожа на наркомана, которого барыга подсадил на, сначала на дешевый товар, вот, потом его все время с него выдаивают тень. То есть Украина могла употреблять, ну, ладно, ну, не в 10 раз больше, в общем, даже, пусть там, в 20 раз больше, то есть 2 раза менее эффективнее. Это было бы 36 миллиардов километров газа. Вы добываете 20 с чем-то, и вы за транзит можете, ну, вы получаете в эквиваленте в деньгах за транзит примерно там 14 миллиардов километров. Все. Вообще не было бы, никакой зависимости с Газпрома вообще не было бы. Вот смотрите, вот больница. Еще один пример, такой нереформированной части. И есть такое заблуждение, что нет, экономика это заводы, а больницы, ну, это больницы. Причем, какое отношение к экономике они имеют? Нет, экономика это все вместе. Да? Смотрите, сколько больниц, сколько коек было и есть на тысячу жителей. Представляете, более-менее есть, вот такой формат больничный. В Новой Зеландии очень мало коек. Мы, в результате реформы медицинской, госпитальную реформу, мы сократили более чем в два раза то же количество коек. Ну, это сократили реально за меньший срок с 2006 по 2012, за шесть лет. Соединенные Штаты сократили, имеют очень мало коек. Да? А вот здесь кто чемпион по несокращению коек? Ну, кто чемпион по несокращению коек? На У начинается, катается троман. Да? На У начинается, на А кончается, да? И Оскар goes to Ukraine. А это что значит? Это значит, что стоят в больнице. Там никого нет, пациентов нет, они отапливаются, освещаются, народ получает зарплату, а пользы никакой. То есть там не лечат, не нужно для лечения украинцев столько коек. Видите, коррупция, 104 место. Легкость проведения бизнеса, 112 место. Упланы налогов, 164 место. Надо как-то специально этим заниматься, наверное, чтобы достичь этого места. Свобода пресса, 131 место. Индосглобальный экономический способ, 84 место. Индекс экономической свободы. Вот индекс экономической свободы, на самом деле, индекс коррупции и doing business, это три важных бизнеса, которые увязаны с развитием экономики. А развитие экономики, это вопрос шерезной смерти для вас. Я даже эту часть списка даже и не знаю, кто там на 150, в каком месте, потому что это оно уже измерять экономическую свободу на 155 месте из 194 стран, которые в ООН входят там, и просто смысла не имеет, потому что там уже термин на свободу вообще ни при чем. Документы, чтобы импортировать, в Брозе нужно 4 документа, и потому что я не смог там добить до конца Минфин, а так двумя документами можно было бороться, а в Украине 8. Вот как эти дополнительные 4 документа, что они делают? Что это? Почему вроде 4 документа и люди живы, а в Украине 8 там и тоже живы? Вот эти 4 это что? Что это загадочное там клятва на украинском? Нет, понятно, потому что как Лао Цзы говорил, значит больше законов больше бандитов. чтобы начать чтобы открыть фирму просто это же фирму открыть формально там то есть со всеми там сложным будем в Грузии можно считать 2 дня, но реально полчаса 2 дня у вас 21 чтобы зарегистрировать квартиру в Грузии 2 дня а в Украине там тоже полчаса реально но 2 дня считается по некой формуле в Украине 45 что из-за этого что? Лучше зарегистрировать более надежно зарегистрировать вот такая загадка какая страна более экспортно ориентирована Китай или Украина и оказывается что Украина как это не звучит парадоксально и даже очень хорошие экономисты не отвечали что это конечно Китай потому что если посмотреть экспорт по отношению к ВВП это простой показатель то есть экспорт по отношению ко всему показателю который производится то в Украине эта доля если делать по отношению к номинальному ВВП 40% если по паралитету то 26% а в Китае соответственно 21% и 18% то есть Украина в зависимости от метода счета либо опережает либо в Китай по экспортности по открытости своей экономики фактически даже сейчас почему это важно потому что и это связано с политическим решением которое вызвало Евромайдан это Европа или Россия вы экспортируете очень много всего 70 миллиардов долларов у вас экспорта значительная часть в Россию это конкурентный рынок поэтому ничего плохого там реально в том экспорте которым участвует который обеспечивает Китай в Европу за это 27 миллионов работающих на производствах 27 миллионов это не леганская сумма то есть не нацифы Украина может обеспечить где-то 18 миллионов если не ошибаюсь там написано значит чтобы сделать половину того что экспортирует Китай с сегодняшнего уровня производительности труда Украине нужно интеграться половиной городских рабочих мест скажем так это меньше чем у вас есть реально то есть в принципе это потребует огромных инвестиций понятно поэтому нужно открывать экономику чтобы приходили инвесторы строили новое производство модель мизерной существующей чтобы вы вкладывали но в целом это абсолютно реалистично то есть в принципе для того чтобы вы с Китаем стали наравне вот сколько тому этому товару нужно от завода до порта вам достаточно от Киева до середины до Берлина понимаете то есть вот все что связано с перегрузкой там дальше обогнув Азию Африку Европу прийти в Роттердам это вам все не нужно то есть существенное преимущество еще есть плюс тому что зарплата ниже квалификации не хуже и еще транспортировать надо то есть машину положил машина поехала понимаете чтобы власть не душила бизнес чтобы экспорт из Украины был еще проще чем из какого бы то ни было страны да чтобы Украина была открыта для конкуренции а не так что вот знаете у нас там завод надо их всячески поддерживать чтобы они производили такую же галеную продукцию потому что кто же ее возьмет но так никогда ничего не будет и у вас этот результат уже есть самая низкая скорость роста то есть надо перестать любить эти заводы потому что тогда они разорятся придут новые собственники и они начнут заново из этих заводов что-то делать или не начнут здесь некоторые заводы ничего никогда не удастся сделать значит и не надо поэтому мне кажется что есть реальная перспектива чтобы было какое-то ощущение что есть просвет но конечно я сегодня встречался с разными людьми разными ради вчера смотрел сегодня я понял что состояние в котором находится Украина я не видел вообще ни одной страны таком тяжелом состоянии я пытался меня спрашивали в разных странах что делать от Кыргызстана и Монголии до Туниса в Тунисе я понимал какое простое решение в Руанде в Руанде было очень плохо там они 3 миллиона друг друга убили 2 миллиона друг друга убили но даже там было проще а вот что он сделал с Украиной я не очень понимаю я так чувствую что никто другой не понимает вот просто у некоторых есть желание хоть что-то делать а у некоторых есть желание оставить все на попрежнем но по-прежнему оставить тоже не получится понимаете еще раз разворовать нафтогаз не получится еще раз еще раз вот это все вот эти еще один цикл популистской что давайте еще более дешевый будет газ еще более высокой будут пенсии еще что-то там все уже дошло до предела дели происходит на фоне когда идет мощная внешняя атака которая ставит задачу уничтожения украинской государственности в той форме как вы ее представляете лучших поэтому это я там все о плохом почему чтобы как-то может разозлить и не будете думать что как-то это все произойдет и то что произошел Самоидан это великое чудо а на самом деле не чудо и сейчас но почти всегда революция не завершенная потому что она пока не привела к смене элит она просто привела к перестану была вот такая фракция большинства а сейчас они вот так перебежали и сейчас такая фракция большинства как коалиция большинства если революция не приводит к смене элит значит это не революция